Налоговый кодекс говорит, что может, надо открыть ТВ, допустим, с 12 даже лет, а уже банки и так далее, они не могут меня обслуживать. Вообще, компании два года, в марте исполнилось. Создание вообще началось, как всегда. Это ручная работа, ну, как по своим друзьям, знакомым, как всегда. Потом как-то выставки, и потом уже точки и так далее. Ну, появилось много людей, которые заинтересовались этой продукцией. И постепенно стали узнавать. И вот так вот пошло-поехало. На момент регистрации ИП Артему Щербакову было всего 15. Однако зарабатывать на собственном хобби парень научился еще раньше. В 10 помогал маме в магазине одежды, в 12 заказывал сувениры из Китая и продавал одноклассникам. В 13 научился сам их изготавливать и впервые познакомился с мыловарением. Мало кто верил тогда, что детская забава может стать настоящим прибыльным бизнесом. Это был 2016 год. К нам пришел весной юноша, который стал рассказывать, что он занимается авторским мылом. Мы поговорили на эту тему. Он сказал, что я хотел бы заниматься предпринимательством. Посмотрев на дату рождения, 2001 год, я была крайне удивлена. Стала интересоваться, как часто он этим занимается. Действительно ли это или просто игра детская, или он действительно, ему для него это важно. Оказалось, что он достаточно часто выступает на выставках в городе Алма-Ате. Я говорю, Артем, если тебе откроют ИП, то в этом случае мы с радостью возьмем тебя на бизнес-советник. Бизнес-советник – это краткосрочное обучение потенциальных и действующих предпринимателей по созданию и ведению собственного бизнеса. Артем был настроен решительно, поэтому сразу же направился в налоговый комитет регистрировать ИП. Когда мы открывали, мы уже пришли с заявлением. Нам такие, нет, вы не можете открыть, потому что нельзя. Ну, мы, я такой, нет, почему 36-я статья, предпринимательский кодекс, и нам в ответ так, а, ну да, у нас же есть еще предпринимательский кодекс. Открывает это такая, ну да, простите, вы можете открывать, пишите заявление. Несмотря на то, что это очень молодой человек, у него в глазах цель, у него самое важное то, что он прекрасно понимает, что он делает, как он делает и почему он это делает. Он учится, он работает, он ездит на выставки. Вообще я планирую учиться дальше, ну, и в высшем учебном заведении. Но пока не знаю насчет, допустим, да, именно специальности. Либо это технолог, ну, я знаю точно, что это уже именно по своему направлению, но это будет либо технолог, либо просто менеджмент направления, чтобы уже и знать свою компанию, но тем не менее разбираться, допустим, со своей продукцией. Сегодня продукция Артема представлена в нескольких магазинах города Алматы. Ассортимент косметики значительно расширился. В продаже появились кремы для лица и тела, скрабы, гели, соли для ванн, масла. Продукция Артема соответствует и цене, и качеству, как бы очень хороший ассортимент всегда у него. Вот. И людям нравится, поэтому вся продукция хендмейт, то есть сделано все вручную. Это авторские вещи, как бы они делаются в единственном экземпляре, как бы они не повторяются постоянно, там меняется что-то, вот, что-то новое добавляется. И поэтому оно очень хорошо вписывается. А тем более, что в его продукции не содержится никакой химии, то есть это все натуральные какие-то экстракты, вещи такие, которые органика. Вообще, наша продукция представлена здесь уже третий месяц. Хочу воспользоваться случаем и познакомить вас со своей мамой. Это Ольга. Добрый день. Человек, который всегда мне восслуждают, вот так сильно именно вдохновляет и помогает мне. Я всегда поддерживаю его, всегда я старалась, чтобы быть рядом. Старалась, конечно, не лезть к нему, тела, но находилась рядом постоянно. Когда мылом стал заниматься, я помню его опыт, он пошел к бабушке. Помнишь? Бабушке взял жир. После этого, после неудачного опыта, он попробовал с нуля. Мыло получилось как хозяйственное. Он его выкинул. Так, методом проб и ошибок, юный предприниматель пришел к тому, что теперь сам разрабатывает рецепты. В этом ему помогает небольшая команда, которая на сегодняшний день насчитывает пять человек. Мы вкладываем все вообще, и силы, и вообще все, что можем, и энергетику, и так далее. Это на самом деле чувствуется в каждом изделии, в каждом продукте. И даже люди, клиенты, которые приходят, они всегда говорят, что это заметно, что любой продукт, он каждый разный сам по себе, и так далее. Сейчас мы заходим в наше производство. Это святыня вообще всего святого. Так, и сегодня мы, наверное, сделаем маски именно для лица на основе малины. То есть это именно натуральная малина. Так, и, кстати, о малине. Да, мы будем ее измельчать и добавлять уже настоящую натуральную малину в продукте. Разрабатывают наши технологи, в частности, и я. То есть за три года вообще практики и изучения различной литературы это все как-то вырабатывается, и все-таки опыт много играет роль. А сейчас мы будем добавлять масло миндаля. Оно будет делать кожу именно мягче. И немного ее отбеливать. Миндаль у нас как раз из Испании. Маска больше подходит для всех типов кожи. Вообще маски, они особо не подразделяют, допустим, для сухой или для зрелой и так далее. Единственное, просто меньшее время, когда вы наносите ее на лицо. Сейчас я надеваю именно эмульгатор природного происхождения, чтобы масло, оно при соприкосновении с кожей аккуратно смешивалось и превращалось в такое молочко. Дальше опять это надо все перемешать. И теперь самая основная часть это глина. Это вообще основа именно маски. Иногда есть, конечно, подрежности, но это и есть ручная работа в основном. То есть это плюс-минус 5 грамм, может быть. Ну, так как это ручная работа, это всегда что-то новое в основном. И опять-таки в каждом продукте это все чувствуется. Все даже мысли, которые ты можешь вложить в этот продукт. Допустим, у нас есть большая линейка продукции для проблемной кожи. Когда мы ее делаем, мы всегда как-то укладываем такие мысли позитивные, что у человека было все хорошо с лицом и с телом. И это помогает. Конечно же, первые и самые благодарные клиенты Артема – это родные. Мама работает на сына, отец и брат в спортивной школе, но все одинаково любят продукцию самого младшего члена семьи. Я работал тренером. Помимо этого, я 25 лет отработал в женском футболе с командами. И начальником команды сборных, и в дирекции штатных национальных команд, и в федерации футбола. Старший сын у меня, он и 6 лет занимался футболом до последнего времени. И был в юношеской сборной Казахстана, и Артем тоже начинал. Но потом у нас не было и возможности возить далеко. Но он нашел себя в творческой, скажем так, теме. Начинал тоже творческий с разных там, как они называются, ну, разная сувенирная продукция, скажем так. Потом перешел на изготовление мылов, потом дальше. Так, это морская соль уже. Она будет выступать именно в роли консерванта, чтобы продукт более, дольше хранится. Так, дальше. Это уже масла, различные ингредиенты, именно активные. Допустим, миндальное масло, здесь есть жажабай, виноградная кость, допустим, и так далее. Допустим, видите, мы сырье закупаем по всему миру. Допустим, это Корея. Это именно виноградная кость, масло. Но также много именно продуктов, которые мы закупаем по всему Казахстану, поддерживая тем самым именно наших производителей. И, допустим, по итогу мы уже фасуем продукцию в различную тару. Вы можете посмотреть про наш ассортимент даже. Здесь есть в наличии скрабы, мыло, кремы для лица, для тела. И, допустим, есть отдельные уже масла и гидроват, тоники для лица. Я надену на всякие шапочку, чтобы не попало волос и так далее. Далее нам нужно будет измельчить эту малину и перебить ее с солью. Тем самым мы ее законсервируем. Когда на мыло перешел, вроде... Хотя он мне сказал, мы с ним сразу поехали, купили ему формочки для малов, где я вроде против не был. Но потом, ну ладно, повзрослеет, переболеет это все. Но, как оказалось, развернулся, помимо малов, он и скрабы, и крема перешел, и на все. Дай бог, ну, не по годам, скажем так, это... Дай бог, свой заводик будет, своя небольшая фабрика. В чем, опять-таки, плюс органики, то есть всего натурального, то есть оно не вызывает привыкания, в основном не вызывает аллергии. Здесь всю продукцию мы делаем по чуть-чуть, но периодически, допустим, раз в неделю мы обязательно ее делаем, чтобы вся продукция была свежей. Мы советуем хранить пару месяцев, ну, смотря от какого продукта тоже. Допустим, мыло можно хранить около 3-4 лет, ему ничего не станет. Но, опять-таки, зависит от вида мыла. Маски, они все свежие, они хранятся где-то месяца два максимум. Ну, в принципе, маска готова. Теперь осталось ее только дофасовать в тару. И далее мы уже наклеиваем этикетки на всю продукцию. Мы ему просто говорим, давай быстрее наладь производства, шампуни. Вот, потому что шампунь мы еще покупаем. Вот, ну, может, в дую пасту потом. Вот. Мама ему сколько-то говорит, давай на шампуни переходи. Потому что шампуни до сих пор берем. А мыла у нас дома все в его продукции. Ну, ты можешь в самой форме, во-первых, написать, чтобы люди оставляли обратный контакт. Потому что иначе как ты с ними свяжешься? Ну, чеки только по мейлу, но как-то быстрее, чтобы он там. Там, то есть, в форме обратной связи тебе получается ответили. Отдельный профутер. Нет, ну, можно добавить, да? Ну, чтобы изменить размер баннера, тебе нужно просто сами картинки ужать. Ну, блин, так не получилось. Ну, мы познакомились на ярмарке. Артем продавал мыло. Вот, и моя жена тоже на этих ярмарках выставляла свои украшения. То есть, у меня жена делала украшения различного рода. Вот, и они очень сдружились с Артемом. Ей очень понравилось, как Артем умеет рассказывать о своем продукте, как он его продает. Это продукт, который дорог ему. Это продукт, в который он верит, в который он вкладывает. Мне нравятся люди, которые хотят что-то сделать для нашей страны. Мне нравятся люди, которые хотят развивать нашу страну. Вот, и мне интересно то, что они делают. Мне интересна мотивация человека. И мне интересен конечный продукт тоже. Если он качественный, он может на рынке что-то противопоставить другим продуктам. Тем более, если это наше. Это вообще бесценно. Это такой... Это нужная деятельность, которую нам нужно развивать. Вот, я долгое время хотел быть поваром. Но это в какой-то части сейчас сбылось, потому что это та же самая кухня. Вы видели даже, да, что это, допустим, та же малина. И всю продукцию можно кушать без проблем. Он хочет добиться того, чтобы людям его мыло помогало. Не только мыло. Сейчас в этом году он пришел к тому, что он вышел на уровень уже кремов, которые можно протестировать и проверить на качестве. И отзывы посмотреть, которые люди уже испробовали. У него растет косметика. Артем, как человек, он достаточно веселый. Он открытый для людей, которые верят в то, что он делает. Артем очень доброжелателен. Артем, в принципе, готов тоже помочь, когда его просишь. Ну, честно говоря, в свои 16 лет он такой развернул бурную деятельность, что иногда даже кажется, не рано ли ему это все на себя взвалил. А с другой стороны, конечно, приятно, что он чем-то занимается. Честно говоря, я горжусь им. Ну, дай Бог, чтобы он нашел свою эстезию, свой путь. Что он делает все это своими руками. Главное, ему интересно. Возможно, что производство мыла сейчас для него – это первый шаг его дальнейшей деятельности. И через какой-то промежуток времени мы услышим об Артеме Щербакове как крупном бизнесмене. Чем он будет заниматься потом, я не знаю. Я точно знаю одно. То, чем бы он ни занимался, он будет делать с любовью и качеством. Спасибо. Спасибо.